Теперь мы поговорим про контровой свет и съемка под источник как первый пример. Переходим в Lightroom, переключаемся и давайте посмотрим вот такой пример. У меня есть фотография сделанная Sony A7R, объектив 70-200, поджат до 11, ISO 100, 1-125, это Тоскана, Италия, самое, пожалуй, снимаемое в Тоскане место, называется Il Brevedere, вот увеличиваю эту фотографию. Раннее утро, солнце чуть выше нашей камеры, то есть съемка четко идет на солнце, но солнце находится выше нас немножко. Моя задача, давайте перейду в ЧБ сейчас, вот наша гистограмма, вот она в цвете, моя задача сделать изображение полноконтрастным и обработать фотографию так, чтобы проступила картинка сообразно тому, как в кадре отрисовываются тени. Вот смотрите, от этой бельведеры, от этих кипарисов на нас идут длинные тени. Из-за того, что в кадре присутствует туман, эти тени хорошо читаются, а ниже эти тени видны в районе оливковых кустов, переходов между виноградниками. Ну, в качестве анализатора, напомню, злобный Де Хейс может эту картинку превратить, конечно, во зло, но в целом видно, что можно получить, обрабатывая кадр. Ясно, что так мы делать не будем. И что я сделаю первое? Анализирую изображение и понимаю, что F11, ага, по углам тоже не будет виньета, кадр будет резким по всей глубине кадра. И со 100 минимальная рабочая для этой камеры тут, ага, все будет хорошо в плане шумов. Одна 125-ая эта птичка, ну, размазалась, ну, как Грейс на сенсоре можно эту птичку и забить. Да, ну что, умеренно, да нет, все резко, все ровненько. Штатив все-таки использовался. У нас всплеск в среднем тоне и на границе светов нет него диапазона, да, и очень мало зон дальше седьмой. Я сделаю этому кадру небольшой кроп, хочу его обрезать, сохраняя соотношение сторон так, чтобы убрать ненужный элемент из переднего плана и все наше внимание акцентировать на строении вот тут в глубине. Я пойду в Basic и в Basic отработаю нашу картинку, поднимая контрасты. Ну, мы похожую схему уже разбирали. Действительно, Shadows и Blacks разнесли так, чтобы от первой зоны, ну, от второй в данном случае, мы шли по теням с плавными переходами. Поднятие общего контраста для того, чтобы тени читались от этой бельведеры. Далее в Светах обозначаем восьмую зону и понижением Highlights вытаскиваем детали в зонах седьмой по восьмую. Так, ладно. Я буду глобально поднимать Clarity в этом кадре на 30 пунктов для того, чтобы еще сильнее обозначить переходы между зонами в средней части. Вот здесь между теневыми фрагментами в тумане проступают больше переходов. Хорошо. Далее, иду в Lens Correction, по углам уберу виньет, искажения также приберу для того, чтобы сама эта бельведера стала больше, было, стало. Оставлю в стопроцентных значениях. Я обычно понижаю виньет, да, но в данном случае оставлю как есть. После этого буду работать градиентами по небу. Я хочу притемнить небо по среднему тону так, чтобы у меня акцент пошел на передний план и на среднюю часть с переходами, связанную вот здесь в глубине. Первый градиент, давайте начнем вот с, даже не с этого, а вот с этого, да, без него, с ним. 0,26 стопа там, понижение по среднему тону, поднятие highlights. Притемнили средний тон, достали светлые элементы, проступили фоновые туманные очертания из глубины. Хорошо. Далее. Еще один такой же градиент делает то же самое, но под другим углом, так что у нас нет этого жесткого перехода между градиентом и реальностью. Понижение clarity в верхней части кадра. Я поднимаю clarity целиком по кадру. В верхней части хочу, чтобы у меня все-таки были мягкие участки, вот эти ореольные кипарисов и строения. Далее. Еще один градиент, понижающий средний тон и поднимающий highlights. Ну, то есть верхние градиенты, они обрамляют здание, тем самым показывая, что у нас в глубине есть фактура и самые светлые элементы находятся в восьмой зоне. Далее. Еще один градиент с поднятием highlights и clarity. Без него, с ним. Ну, в общем, по небу задача вытащить фоновые элементы, но так, чтобы у нас не было проблем с окантовками вокруг деревьев. Передний план, первый прогон. Я высветлю передний план, приведя его по яркости примерно к тому же, что находится вверху. Было. Стало. То есть высветляем средний тон, поднимаем контраст, уведя в минус еще одну зону в кипарисах, простите, в оливковых кустах, вот в этих. В правой части притемню угол, без него очень светло с ним ровнее. В левой же части чуть еще сильнее обозначу blacks, то есть высветляю передний план. А дальше я иду в нашу тоновую кривую и поднимаю сильно контраст переднего плана и средней части. Агрессивно работаю по darks и lights, уведя при этом shadow справа, чтобы не было отвалов туда в отсечке, чтобы у нас не было переконтраста и наш теневый диапазон не доминировал в первой зоне. Еще по переднему плану, парой градиентов, буду корректировать передний план, так. Что у нас получается? Давайте начнем вот с этого градиента. Так, сейчас без него с ним. Притемняю саму нижнюю часть нашего кадра, понижая контраст, чтобы там в глубине не было черного пятна, который там может вылезти. Далее, сейчас, какой из них был? Да, вот он. Следующий градиентик. Поднимаем контраст оливковых этих кустов, а из-за того, что мы понижали контраст в нижней части, все, что находится ниже, у нас не переконтрастируется. Баланс белого. Кадр достаточно теплый, но уж очень он в зеленцу отдавал, поэтому я чуть приподниму температуру и уведу тинт вправо, больше в красный. Но вот в такой подаче кадр очень агрессивный, поэтому можно делать корректировку баланса белого вместе с HSL, а можно по очереди. В данном случае я сделаю просто по очереди, сначала опираясь на общий тон кадра, а потом пойду в HSL и приглушу по насыщению желтый, чуть подниму оранжевый. В итоге у меня оранжевый в фоне проступает, а желтизна излишняя уходит. Вибранс Сатурэйшн. Разнесу Вибранс Сатурэйшн, подниму в данном случае Вибранс, понижу Сатурэйшн, то есть чрезмерные агрессивно насыщенные тона, вот эти вот желтые прежде всего, уйдут влево, подниму промежуточные ненасыщенные, которые были как раз в фоновых элементах. Ну что еще? Шумодав и резкость. Мы эту ситуацию уже разбирали. Поднимаю цветовой шумодав, чуть с поднятием smoothness, это чтобы в тумане переходы цветовые были ровнее. Будем в яркостном оставлять повышенный детейл и маскированием исключаем фоновые элементы прежде всего. Вот что получается. Где-то была грязь на сенсоре, давайте мы ее... А, вот в нижней части не грязь, простите, а там кусок куста вылезал. Вот он маленький тут есть. Я его как раз сейчас и приберу. Иду в удаление куста и убираю ненужные элементы. Вот что у нас получается. Было вот так. Сейчас, давайте я... Правый клик мыши. Копировать как было. Да. Было вот так. Стало вот так. То есть мы, работая на контровой источник, обязательно помним о том, что в кадре не может быть десятой зоны. Она находится выше, это сам источник, над объективом. Да, вверху вот тут девятая присутствует, без проблем совершенно, она должна быть здесь. Восьмая, седьмая, дальше, пожалуйста. Но самое яркое, десятое, всегда за пределами кадра. В чем может быть проблема? В том, что зайцы в кадр полезут, эти вот круги или там многоугольники неприятной формы, да, и тона. Но старайтесь использовать блендочку, кожух защитный, это первое. А второе, позиционируйте камеру так, чтобы эти зайцы уходили в бок, чтобы они просто не вылезали. Если кадр чистый, девятая зона доминирует вверху, это видно сейчас по нашему L под гистограммой. Вот, и в теневом диапазоне, из-за того, что это мягкий туман все-таки, у нас точка черного будет больше во второй зоне, чем в первой. У нас при такой мягкости тумана и при таком свечении изнутри, в принципе, не может быть здесь первая зона. Вторая, да. Первая, ну вот птица тут есть у нас, да, пусть она будет первой, но это не точка черного. Помним, что птица в данном случае это всего лишь грейсон сенсоре. Ее можно убрать, и кадр не поменяется от этого. Вот, но в теневой части вторая зона у нас будет доминировать сейчас. И теневые участки, вот эти переходы, они, собственно, и показывают жесткость света при общей вот этой вот мягкости в средней части кадра.